Здесь много, как в настоящей армии. Ранний подъем, жесткий распорядок дня, постоянные тренировки в зале и на свежем воздухе, марш-броски по пересеченной местности. Ребятам просто некогда сидеть в интернете и залипать в смартфонах. Их день расписан буквально по минутам. Задача учить детей быть самостоятельными, принимать решения родину любить. Патриотизм воспитывается не только через теоретические разговоры в классах. Здесь в поле это все выглядит более серьезно. Военно-спортивный клуб «Вятичи» в селе Остров существует уже 9 лет. Все это время сюда приезжают мальчишки и девчонки не только из Ленинского городского округа, но и других населенных пунктов, а также Донецка и Луганска. В основном здесь занимаются ребята школьного возраста. Но 8-летняя Маша Евсюкова в строю с 2,5 лет. Высотка, там много акробатики. Очень интересно на ней. А так везде. Лагерь – это такая штука, где везде отлично. Особенный пистолет еще тоже. Себя, наверное, нужно защищать, чего-то нужно уметь. Мне нравится быть сильной. Летом ребята много времени проводят на свежем воздухе в полевом лагере. Здесь есть высотка для тренировки подъема и спуска в снаряжении по программе спецназа. Полоса препятствий, сцена для метания ножей и мишени для стрельбы. Также ребята учатся на время собирать и разбирать стрелковое оружие. Старшие помогают младшим. У других, где я была, там было какое-то соперничество, то здесь все равны. Здесь не посмеяться. Здесь к новичкам особое уважение, можно сказать. Мне не получается, себе подойдут, помогут. Дети настолько заинтересованы в этом все. Физическая культура тоже мне очень нравится. Мы всегда занимаемся спортом, вся семья у нас занимается спортом. И принимаем участие здесь тоже всегда. Ребята осваивают приемы армейской самообороны, айкиджитсу и айкидо. А недавно заработал клуб Сапсан по тэквондо. Каждая смена не обходится без марш-броска к Москве-реке. Идем на обелиск. Здесь в острове обелиск. Четыре героя Советского Союза. С острова на Веслининский район. Есть в Молоковской поселении пять героев, а с острова четыре. Потом оттуда мы идем на крестьянскую усадьбу. Там у нас экскурсия. Там мы идем на Москва-реку. Там они сами на маленьких костерках разогревают тушенку. Там у нас такой обед. Смена длится от семи до десяти дней. В конце обязательно открытый урок для родителей, где ребята показывают, чему научились за время полевых занятий. А еще уха в армейском котелке. Общение, песни и чтение патриотических стихотворений около костра. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.